Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! У нас прямой эфир, телефон студии 202-11-22. Мы открыты для звонков, для разговоров, для обсуждения тем. Да, мы по-прежнему в это предновогоднее время выходим в эфир, готовы поговорить. Пока сильно не знаем, о чем. Сидели, обсуждали с Еленой сейчас привычно, о чем мы будем сегодня говорить. Ну и у нас есть запрос от телезрителя нашего продолжить разговор, который был начат в наших предыдущих программах, потому что этот вопрос, эта тема еще не исчерпана. Ну, тогда ваша очередь напоминать. Ну, в нескольких словах мы говорили о депрессии, о депрессии, связанной с деньгами, связанной не только с деньгами. И в прошлой программе у нас был звонок от Елены, которая добавляла вашу версию о причинах депрессии в нехватке чего-то, добавляла своей версии об избыточности, что за причинами депрессии кроется избыточность. И у нас такой вот, мне кажется, разговор здесь произошел в студии насыщенный. Да, и спасибо, что вы напомнили. И, уважаемые телезрители, если у вас есть что добавить, может быть, по нехватке, по избыточности, и вообще как-то в этот наш разговор попасть. Я думаю, что в каком-то смысле наш разговор с Еленой о депрессии неотъемлемое какое-то событие. людей нынешнего времени. То есть депрессия, разговоры о депрессии, попытки из нее выбраться, впадание в депрессии, выпадание из депрессии. Но это какая-то часть... При этом мы, даже наши разговоры, я вклинюсь и перебью вас, мы пытаемся вписать в нашу реальность, и буквально, раз уж вы кухню открываете, что у нас происходит до программы, мы говорили, есть ли связь между футболом, чемпионатом мира, который сейчас закончился, и депрессией. И вот, на мой взгляд, вы предложили интересную идею, может быть, мы ее и обсудим? Ну, это связь, которую пытаются все время в бытовом смысле наладить. Каким образом? Ну, большому количеству людей, не посвященных, не сильно посвященных в особенности душевных страданий, душевных расстройств, депрессивные-грустные люди или грустящие люди кажутся людьми, которых просто нужно развеселить. Логика простая и понятная. Если тебе плохо, если ты сидишь, и тебе ничего не нравится, если ты грустишь... Давай мы тебя вот так переключим. Да, давай сходим в театр, давай сходим куда угодно, давай посмотрим футбол, да. И это должно развеять твои печали. И вот этот заход, вот этот подход, он, собственно, и самим людям, которые впервые попадают в этот собственный котел депрессии, я вот так сейчас его назову, да, собственный, для кого-то это подвал, для кого-то это, ну, бетонный какой-то колодец очень глубокий, холодный, безрадостный, серый, в котором, то есть тут метафоризировать депрессивные переживания можно достаточно долго. И в основном цвет будет серый и черный, вряд ли он будет красочный. И вот идея такая, лежащая на поверхности, это развлечь человека, чтобы ему стало лучше, чтобы он вот как-то включился, вернулся и так далее. Ну, а сам человек, который, ну, только вот на начальной стадии этой депрессии, он из вашего опыта общения с пациентами пытаются люди себя сами как-то развлечь, переключить? Ну, где-то они на задворах памяти-то помнят, что им помогало переключиться, не знаю, испытать радость, хорошее настроение. Ну, тот же театр. Ну, конечно, даже есть же эта интересная история, полуанекдотичная. Я не помню, кто изначально из живых людей, из наших предшественников послужил прототипом, не буду врать, но это история про грустного мужчину, который пришел на прием к врачу, к психиатру и рассказывает ему, что ему ничего не помогает, ничего его не радует, и врач с ним общается, и так и эдак. По-моему, я вспоминал уже. Да, я тоже помню, что в нашей программе вы этот анекдот. Да, да, и вот он говорит, а почему бы вам не сходить на грандиозное выступление, которое дает замечательный, фонтанирующий шутками, остротами приезжего, значит, там, комедианта или кто-то, клоун, артист, вот, и вы развлечетесь, да, на что мужчина пришедший говорит, все дело в том, что это я и есть, да, вот. Но здесь много других еще интересных поворотов, может быть, о том, как, ну, поворотов, связанных с маской, например, да, о том, что люди искрящие и искрящиеся не всегда таковыми внутри являются, и мы, ну, массу историй об этом знаем, читая биографии знаменитых людей, вот. Но вот эта вот идея развеселиться, конечно, она людьми самим себе предлагается, они пытаются и туда, и сюда, и пятое, и десятое. Кстати, не очень много, потому что они как-то чувствуют, они уходят с вечеринок, они уходят с концертов, это, ну, кто-то из ваших друзей, кто-то из ваших близких, они, ну, в эту всю компанию не попадают. Мало того, они, наоборот, иногда острее чувствуют этот, ну, не дисбаланс, да, это расхождение между веселящимися и самими собой, вот. Мне здесь грустно, мне здесь одиноко, мне еще как-то здесь, да, и поэтому они уходят. Вот. И играть или быть втянутыми в игру эти люди, ну, скажем так, не могут. То есть у них на время эта способность также снижается. Я хочу напомнить просто тем, кто, может быть, нас впервые смотрит и не помнит, что мы уже говорили о депрессии, мы в широком смысле сейчас это слово используем, мы идем за мейнстримом, за традиционным таким пониманием, не совсем психиатрически, когда депрессия должна пониматься узкоклинически, а все остальное должно отметаться, да. Вот. Если мы ее сейчас узкоклинически начнем понимать, у нас начнется разговор такой медицинский. Про таблетки. Ну, не только про таблетки, про симптомы, про предшественники, про медиаторы, про гормоны, про биологические принципы, про цикличность, про склонность характера, про наследственность и так далее. Не значит, что это все неинтересно, а значит, что депрессия имеет достаточно широкий спектр, и на одном полюсе у нас, ну, принято так полагать, по крайней мере, биологический выраженный компонент депрессии. На другом полюсе, ну, назовем его психологический, да, то есть связанный в большей степени с переживаниями, с какими-то событиями, травмирующими, а может быть, наоборот, радостными. Такое тоже бывает, да, депрессия после радостных событий. Откат. Откат? Да. Откат к чему? Откат после возбуждения, какого-то переживания радости, какой-то откат в грусть, в депрессию, в апатию. Ну, может быть, откат, а может быть, депрессия или такие переживания вдруг к человеку приходят, ну, например, традиционно, как мы вспоминаем, повзрослевший ребенок уехал из родительской семьи, ну, куда-то он поступил там, да, или она, или он вышли замуж и переехали жить отдельно, да, и с одной стороны, любой родитель говорит, ну, конечно, это самое, одно из самых ожидаемых мероприятий, событий, а с другой стороны, они чувствуют, что, собой уже чувствуют, что какая-то новая реальность вокруг всего этого выстраивается, вокруг этих событий, внутренних самих выстраивается новая реальность, да, и, ну, вот, по этому поводу могут быть разные переживания. Будем ли мы говорить, что делать, как вернуть себе способность к игре, или нам есть еще что обсудить в причинах или в описании этого состояния, или в описании утраты этой способности играть? Я думаю, вот что, Елен, я думаю, что если, я полагаю, что какое-то количество людей, несмотря на то, что про депрессию написана уже масса всякой литературы, снята масса всяких книг, люди продолжают почему-то производить эту информацию и смотреть. Почему-то она продолжает быть востребованной. Ну, почему недостаточно руководств, описаний и так далее, и так далее? Почему мы множим этот разговор, да, почему об этом нужно который раз говорить и который раз посмотреть? Я думаю, что, может быть, потому, что это к вашему вопросу, потому что она в каком-то смысле неисчерпаема в собственной индивидуальности. То есть, если человек смотрит про самого себя или читает о самом себе, то ему во многом, как я полагаю, важно найти что-то очень близко похожее к самому себе, не отдаленно похожее, а близко похожее. Именно поэтому мы можем с вами большое количество версий высказывать, фонтанировать. Тут кто… В общем, у нас какой-то у нас у людей база информации о депрессии, о переживаниях, да, увеличивается. Вот. И это напрямую связано, конечно, с, ну, если хотите, преодолением или, если хотите, с выходом. Хотя само по себе слово «выход из депрессии», оно интересно, да, как выход из комнаты, как выход… Значит, был вход? Ну, во-первых, значит, был вход, а во-вторых, значит, это метафора пространства какого-то, да, это пространственная метафора, которая… Имеющая границы. Имеющая границы, имеющая какие-то другие, вероятно, комнаты. По-хорошему, если для человека эта метафора становится принимаемой, содержательной, ну, он как-то это в самом себя ощущает интересной, вот, он готов эту метафору подхватить, тогда возможен разговор о других вещах. Вот я сейчас подумала, если человек, находящийся в депрессии, в принципе, способен подхватить метафору. Метафора, ну, в ней тоже какой-то элемент игры, игровые элементы есть, вот игры. Это уже что, путь к выздоровлению? Я думаю, что в определенном плане на первых парах, да и не только на первых, специалисты об этом знают, им приходится и это важно, искать что-то, что, говоря простым языком, взаимопонимание. Причем не такое понимание, где я самому себе сказал, а, ну, наверное, я понимаю, что мне сказал мой пациент, а где я еще самому себе пояснил, что он с этим согласен, с моим утверждением, что он тоже думает, что я его понимаю, что он, например, может мне об этом сообщить, он, например, может сказать, да, я вижу, что вы меня понимаете. И, возможно, там, доктор, специалист, психолог иногда его об этом спрашивают, я правильно вас услышал или правильно ли я вас понял, так ли я вас понял. Но, мало того, одно, вот я вот в текущий момент что-то понял, а потом я что-то сказал или что-то сделал, и в этот момент я уже для, может быть, моего визави звучу, звучу как непонявший, как уже свернувший в другой, и ему снова мне что-то нужно будет объяснять. И мне снова нужно будет… То есть понимание – это не что-то, что добывается однократно, все, мы пришли, точка понимания произошла, дальше мы переступили через границу. Понимание – это какая-то вещь, которая вещью не является, это нечто создаваемое или добываемое постоянно, да. И об этом… Метафоры помогают достичь понимания? И вот по поводу метафор, метафоры иногда мешают достичь понимания, потому что в метафорах очень много своих собственных смыслов, своих собственных расшифровок, но иногда метафоры позволяют создать какое-то общее пространство или предложить человеку на его внутренний мир. Ну, если хотите, метафора – это, наверное, к Новому году кто-то будет печь эти, значит, пирожные в формочках, да, печенье в формочках. Вот есть тесто, его раскатывают и белочкой, или зайчиком, или еще кем-то, вот из этой формочки получается определенное печенье. Вот в каком-то смысле метафора является такой формочкой, которую человек может применить в отношении своего собственного внутреннего мира, ну, то есть неким образом оформить что-то, что для него не было до текущего момента оформлено. То есть грусть-тоска меня съедает, одолела молотца, да, ну, там, как у Пушкина. – И еще, больше ничего рассказать о себе не могу. – Хорошо, да, хорошо, видите, я бы хотел отца, но зачем, непонятно, да, какого отца этого и этого, я имею в виду живого, отца небесного, вот, и так далее. Метафора позволяет какую-то часть, ну, психического пространства, душевного здесь я сейчас знак равенства ставлю, оформить и внутри этой формы что-то пояснять, да, что-то пояснять друг другу. Вот. И в этом смысле метафоры могут вполне быть продуктивными. – Специалист в кабинете, ну, кроме метафоры, не знаю, вы не подтвердили и не опровергли мою версию про то, что метафора имеет игровые элементы или не имеет. Тем не менее, спрошу, что еще специалист в качестве игры какой-то предлагает пациенту в рамках работы, лечения, поисков выхода из депрессии. – Ну, вообще, сама по себе психотерапия, ее можно назвать, ну, в определенном смысле игрой, потому что она развивается по определенным правилам. В ней есть какие-то известные ходы, в ней расписаны роли. И если мы, играя, достигнем, ну, например, игровая психотерапия у детей, она вполне себе применима. – Рабочая. – Вполне рабочая, да. Тут, конечно, стоит подумать, что может быть игрой у взрослых, да. Взрослые, с чем я сталкиваюсь в кабинете, взрослые в основном любят напустить на себя серьезный вид и сказать, что детьми они уже быть не имеют права или не хотят. Ну, потому что мы тоже как-то об этом с вами говорили, потому что детьми быть нельзя, если ты взрослый. Это порицаемо. И только очень взрослые люди, на мой взгляд, могут, ну, если продолжать эту логику, позволить себе быть детьми или оставаться детьми, да. Нужно быть достаточно взрослым, чтобы оставаться ребенком. В этом есть очень такой интересный парадокс. И я уверен, что, ну, полагаю, скажем так, что часть, это немножко заметка на полях нашего с вами разговора, что когда человек вот делает свое психотерапевтическое, ну, какое-то душевное дело на ниве психотерапии, то есть он как-то, ну, лечится, скажем так, да, то частью его задач, иногда не вполне осознаваемых, а появляемых позже является присоединение к себе, ну, как сейчас принято говорить, детской части, да. То есть в определенном смысле, когда вы видите здорового человека, вы видите в определенной степени и ребенка. Если вы ребенка не видите, то, скорее всего, человеку не очень сладко. Ну, естественно, не в один момент какой-то, да, нигде он выступает перед публикой. Ну, в целом, по жизни как-то, да, когда он там сам с собой остается. На каком-то длиннике, да, на каком-то длиннике. Вот. Поэтому можно ли играть в метафоры? Можно? Тут я пытаюсь к вашему вопросу вернуться. Моя идея еще с чем связана метафора и вот эта вот образность какая-то, которая возникает в процессе даже обсуждений со специалистом, да, и настраивания на один и тот же язык, они затрагивают эмоциональную сферу внутри, фантазию, эмоции, а в депрессии-то как раз все это снижено, и фантазии, и эмоции у людей. Как будто бы и кругозор даже сужается. Если они до этого фонтанировали идеями, то в депрессии это как будто бы способность исчезает. Ну, здесь мы с вами, она исчезает во внешнем пространстве, но здесь мы с вами можем воспользоваться тем принципом, по крайней мере, который мы, которому мы приблизились в прошлый раз. То есть они исчезают, потому что их недостаток, или они исчезают, потому что их слишком много. Ну, например, у человека в депрессии могут быть совершенно разрушительные, агрессивные фантазии. А он их, их много может быть, да. Дети могут хотеть рисовать что-то черным цветом, ну, или там каким-то, да, и родители это, например, начинают пугать. Ну, неправильно, когда ребенок рисует цветы черным цветом, да, или собачку какую-то. Вот. Неправильно, когда, ну, неправильно в кавычки возьмем, да, социально неодобряемо, когда человек вдруг начинает фантазировать или видеть сны какие-то совершенно там чудовищного какого-то характера, с убийствами, с насилием каким-то, в котором он сам участвует, или где он видит, да. В общем, это его все может порядком пугать, и на приеме у специалиста он может не озвучивать эти фантазии не потому, что их нету, а потому что он, в этом тоже есть парадокс, он боится, что психиатр подумает о нем, что он более больной, чем он о самом себе думает, да. То есть, одной парадокс в чем? Я пришел рассказать о том, что я болею, но если я расскажу все, как я болею, то меня вообще в сумасшедшие запишут, да. И то самое… То есть, я-то пришел как нормальный, но с депрессией, а врач с нами пообщается, и он поймет, что я на самом деле ненормальный. Шизик. Да. Вот. Ведь только шизики, как я считаю, видят такие сны или там на чем-то таком агрессивном думают, да. Тем более, например, в отношении близких людей. Очень часто близкие появляются в разрушительных фантазиях. Ну, мы понимаем почему. Потому что близкие – это тот круг, в котором человек живет. И его эмоции, его ожидания, его какие-то неудовольствия, может быть, связаны как раз с близким кругом. Вот. И поэтому этих… возвращаюсь этих эмоций, этих переживаний, может быть, наружу не так много и в связи с недостатком. В связи с недостатком, потому что психиатры знают, если мы берем биологический компонент, в депрессии в буквальном смысле эти процессы затормаживаются. Эти, я имею в виду мыслительные процессы, да, мысли ворочаются или двигаются очень медленно, их мало. То есть это действительно такое обеднение, да, и эмоциональное обеднение. То есть это обеднение как будто во всем. Ну, это вот один полюс. Тут каждый раз приходится оговариваться, потому что когда… И, на мой взгляд, правильно оговариваться. Потому что, когда мы это слово депрессии используем, нам нужно, чтобы быть понятными и понятыми, нам нужно, ну, каждый раз помечать, на мой взгляд, о чем идет речь. Иначе это будет вот та самая корзина, и нужно будет дальше разговаривать, чтобы эту корзину разгребать, да, если мы все слепливаем в одно. Вот. Так что на одном полюсе, да, депрессии может быть связаны с нехваткой, а на другом полюсе, может быть, они связаны с избытком или с переизбытком, но того, о чем не стоит, не принято говорить, страшно говорить, непонятно, выдержит ли мой психотерапевт, если я ему скажу, какие у меня фантазии, какие мысли, да. И в этом плане, конечно, иногда сам того не зная, человек устраивает определенную проверку своему специалисту и медленно, по чуть-чуть открывает те самые шкафы со скелетами. Сначала скелетики маленькие, потом чуть побольше. Вот. Недавно я услышал, как одна моя пациентка облегченно так выдохнула и сказала, ну, мы прилично знакомы. Она пришла и сказала, наконец-то я открыла вам все свои ящички, вот как-то так она вот эти самые со скелетами, да, вот. И у нее был такой выдох облегчения в связи с этим. Тогда вот с этими ящичками можно их рассматривать, что-то делать. Тогда, может быть, вам, моему доктору, понятно, почему вот те или иные моменты происходят, раз вы знаете про вот эти потаенные ящички. — Алексей, возвращаясь к разговору об игре, и, наверное, я хочу спросить про близких, которые пытаются с помощью игр или каких-то развлечений растормошить своего близкого человека, который находится вот в сниженном настроении. Стоит ли пытаться это делать? Или, ну, совсем, может быть, не надо, как бы, такие способы, к таким способам прибегать? — Ну, здесь мы скажем о временном, скорее, длиннике. То есть на начальных… А это регулярно происходит на начальных этапах. Мы все иногда из грусти выбираемся, выбираемся, ну, из каких-то сложных чувств, да, из тоски выбираемся, тоже, наверное, лучше будет сказать, приспосабливаем или приспосабливаемся к жизни, понимая, что грусть и тоска, ну, должна быть или свойственна какому-то событию. — Ну, то есть человек может быть в сниженном настроении неделю, две, например, потому что он какие-то события своей жизни или свои открытия какие-то перерабатывает, вот при этом себя не ведет активно, весело, не фонтанирует какими-то идеями, но это же не обязательно приведет его к депрессии. То есть, когда пройдет определенный период, он постепенно будет выходить к своему прежнему, возможно, измененному состоянию, но тем не менее. — Я хочу пояснить, Елена, у вас интересный, да, вот этот момент, в течение какого-то времени, вот об этом тоже можно было бы, может быть, отдельно как-то поговорить. — Ну, наверное, да, потому что у нас не так много времени. — Я коротко, да. Попробовать как-то определить, сколько, ну, это только статистически, это только в среднем, сколько человеку дано времени на переживания сложных, ну, травмирующих, там, негативных, плохих, тяжелых событий. Но у нас есть наше руководство международной классификации болезней, которое указывает на полугодовой срок. То есть, в принципе, нам статистически как будто отмерено, ну, переживать как минимум полгода и не делать поспешных выводов, что вот это уже все как-то пахнет не очень хорошо, да, что нужно там обращаться к специалисту. Мне кажется, что часть людей, думая о сроке более коротком, побаиваются своих, ну, таких негативных от слова светлый и черный, да, темных переживаний, побаиваются и, в общем, начинают бить тревогу, когда они, или окружающие начинают бить тревогу, когда человек вот, ну, неделю какой-то ходит, вот он что-то грустный, что ты такой грустный, уже столько времени прошло. — Да, как же решили есть. — Да, давай возвращайся. И мы в этом смысле, конечно, такой друг друга инициируем и как будто пытаемся немножко подстегнуть. Не знаю, не всегда может быть уместно. Может быть, нам иногда нужно и погоревать. И не его к себе вести, а вместе с ним сесть и погоревать, спросить, слушай, ну, а что происходит, давай я вместе с тобой, потому что это тоже определенное, может быть, движение. Может быть, кого-то надо оплакать, может быть, о ком-то надо поскорбить, да. Поплачь о нем, пока он живой, как… — Ну, или помолчать, потому что человек пытается в своих мыслях, в своих переживаниях, может быть, сам разобраться. — Может быть, посидеть и вместе помолчать, да, как медвежонок и ежик, вот, посмотреть на звезды. То есть, в этом смысле присутствие рядом действительно иногда оказывается очень важным, если про рекомендации. — Спасибо, Алексей, за разговор по душам. — Спасибо вам за вопросы. — Спасибо вам, телезрители, что были с нами. Всего доброго. До свидания. — Всего доброго. До свидания. — Субтитры подогнал «Симон»!